Как вы выступаете? Как представление? Вы можете представиться, как вас зовут. Затем обозначить вашу авторитетность в той области, о которой вы сейчас будете говорить. То есть вы можете сказать, что вы уже достаточно много времени занимаетесь этим вопросом. Вы закончили какие-то курсы на эту тему или закончили университет, который выпускает признанных во всем мире специалистов в этой области. Затем вы обозначаете тему, на которую вы сейчас будете говорить. После этого очень полезно обозначить ответ на вопрос, зачем нужно вашим слушателям или зрителям то, о чем вы сейчас будете говорить. То есть нужно показать пользу, профит, зачем людям то, о чем вы сейчас будете говорить. Это можно показать на примере. То есть вы можете сказать, представьте вот такая-то ситуация и, зная то, о чем я сейчас вам расскажу, вы сможете в этой ситуации быть успешны. Затем можно обозначить пункты, которые будут в вашем рассказе. То есть вы можете сказать, что я буду говорить о том, что это такое, из чего это состоит и как с этим умело управляться. Затем вы говорите основную часть вашего доклада и в завершении нужно подвести резюме. Вы можете сказать, мы сейчас рассказали, поговорили об этом, об этом и об этом и в результате вы теперь можете то-то, то-то и тот-то. И заключительный аккорд вашего выступления или доклада речи это призыв к действию. Что конкретно ваши слушатели должны сделать. Потому что зрители, слушая ваш доклад или смотря вашу презентацию, они ждут ответа на вопрос, и что же теперь делать. И когда вы в заключении вашего доклада говорите, сделайте то-то и то-то, там зайдите на наш сайт или подпишитесь на наш канал, или купите нашу продукцию, ваше выступление может быть успешно завершено. Спасибо.